Более 5000 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Чувашию за 51-ю неделю года. Заражение вирусом в республике возросло более чем на 8%. Минздрав Чувашия решил проверить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Погода ежедневно преподносит нам сюрпризы. То на улице валит снег и температура падает до минус 15, то можно подумать, что пришла весна. Именно такие перепады температуры – золотая пора для вирусов и инфекций. Как защитить себя, когда все вокруг кашляют и чихают? Один из способов не оказаться на больничном – своевременно сделать прививку от гриппа. Вакцины, которые инактивированы, на сегодня мы только делаем такие вакцины. Это могут быть или для детей мы делаем гриппол плюс, для взрослых сольный грипп. Они содержат только обломки вируса, поэтому их можно делать даже в эпидемический подъем. Они не представляют никакой опасности вируса, живого или ослабленного, они не содержат. А если человек прививается не впервые, то он уже где-то через 10-14 дней даст первое защитное тело на слизистых оболочках, а потом и хороший титр в крови. То есть, если вы еще не успели привиться, но имеете желание, то вы можете это сделать. Не так страшен черт, как его малютки. Перефразируя поговорку, можно сказать, что последствия и осложнения гриппа гораздо опаснее, чем само заболевание. В некоторых случаях оно вызывает серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, легких и головного мозга. Грипп резко снижает иммунитет и даже может привести к летальному исходу. Беззащитней всех малыши, потому что не успели выработать антитела. И пожилые, потому что их антитела не работают из-за ослабления иммунитета. Главная особенность гриппа в том, что переболевший им человек остается восприимчивым к повторному заражению. И еще одно правило. Нужно не просто надеяться на прививку, но и самим укреплять свой организм. Правильно питаться, закаляться и вести активный образ жизни. Хочется рекомендовать в новогодние праздники, чтобы не заболеть, все-таки нужно воздержаться от посещения массовых мероприятий, которые проводятся в помещениях. Потому что там могут быть больные люди, и можно получить заболевания. Не контактируйте с больными людьми. Нужно повышать свой иммунитет, укреплять организм. Для этого нужно больше бывать на свежем воздухе, посещать спортивные учреждения, заниматься физкультурой и спортом и правильно питаться. Это сбалансированное питание должно быть. В рацион нужно включать больше овощей и фруктов, и белковую пищу. Прививка не защищает на 100% от гриппа, но сводит к минимуму и вероятность заболеваний, и возможность осложнений. Кроме этого, прививка облегчает течение болезни. Но все же решение делать или не делать прививку по-прежнему остается добровольным. Впрочем, большинство специалистов считают, что это необходимо. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика.